Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что вновь заглянули на мой канал. Мне безумно приятно. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие роллы. Я настолько соскучилась по роллам, что вы не поверите, у меня дрожат руки. Прикиньте. Не знаю, может быть, дрожат из-за чего-то другого, возможно, всякое, но да ладно, будем считать, что это из-за этого. Сегодня утром помыла голову из ледяной просто воды, потому что у нас опять сломался комби. Комби. Поздравьте меня! Вы знаете, мне настолько надоел наш комби. Я бы так хотела, чтобы у нас было центральное отопление и центральное водоснабжение. Но, к сожалению, это просто мечты. То есть, кто не знает, что такое комби, это специальная штука, которая нагревает воду и дает тепло для отопления. Просто вау! Очень вкусно! Вчера читала комментарии, и там одна девушка пишет. Айка, ты по национальности лезгинка, наверное, ты офигенно танцуешь лезгинку. Спешу вас расстроить, ничего подобного. Вообще, я когда переезжала в Азербайджан из России, я думала, что здесь все умеют танцевать лезгинку. Потому что в России у нас, не знаю, как сейчас, раньше выходили на улицы, и прямо на улицах кавказцы танцевали лезгинку. Я думала, это, наверное, самое сердце Кавказа. Наверное, приеду сюда, и все, наверное, умеют. Когда у нас был последний звонок, у нас только два мальчика умели танцевать. А в универе, в универе тоже, наверное, где-то три человека от силы. То есть, ну, я представляла это немножко по-другому. Потому что в России, как бы, все ходят с футболками. Кавказ, не знаю, Азербайджан, Дагестан и так далее. Здесь ни одного человека с футболкой там, не знаю, Азербайджана никогда не встречала. Но мне кажется, надо обязательно уметь танцевать свой национальный танец. У меня парень ходил на курсы, на танцы. И сейчас он супер танцует. Он просто мне показывал несколько движений. Так на свадьбе я не видела. Просто несколько раз он мне там показывал. Мне очень понравилось. Я ему сказала, все, давай научи меня тоже. Я тоже хочу танцевать лезгинку. Я именно хочу, как парень танцует вот эти вот движения ногой. То есть, такие быстрые. Как вы думаете, у меня получилось? Нет, конечно. Ну, я искренне очень хотела танцевать. Вот, элементарно, маленький сын Жоли так красиво вот эти вот движения делает. У него как будто в крови это есть. То есть, он как будто родился и уже умел танцевать лезгинку. Ему только включаешь эту музыку, он начинает там дергаться, танцевать. Ролла безумно вкусная. Сушеная рыбка вообще обалденно. Когда универ заканчивал, у нас тоже был парень. Он офигенно танцевал лезгинку. Вот почему я говорю, когда человек хочет заработать, он может. У нас в универе был парень. Он очень круто танцевал лезгинку. Он просто взял, арендовал одно помещение, три раза в неделю проводил танцы. У него была определенная стоимость занятия. И с этого он срубал неплохие деньги. То есть, для студента, у которого такой ненормированный график, было просто идеально. Вот у человека была бы идея. А дальше все пойдет. То есть, такой добрый парень был. Элементарно кто-то в универе там спросит, какое-то движение покажу. Он с легкостью показывал, не знаю, объяснял что-то. И у него даже не было такого, что приходи на мое занятие, я тебя научу. Так здесь я не могу. То есть, могу просто бесплатно в универе тоже показать пару движений. Была бы идея, все остальное будет. Я была на свадьбе в Дагестане. Вот там очень круто танцуют. Здесь у нас как-то, ну, так. Давайте немного поотвечаю на вопросы. Итак, первый вопрос. Привет, Айка, обожаю твои видео с роллами. Я как раз сейчас снимаю роллы. Очень хотела бы спросить тебя об отношениях. Я сама очень бы хотела отношения с популярным блогером. Мне это все очень близко. Я бы хотела вместе с ним снимать видео и чем-то подобным заниматься. Так как ты блогер, мне интересно, смогла бы ли ты встречаться с молодым человеком, у которого есть аудитория и даже больше твоей. Так как я уже в отношениях и ничего менять не хочу, вы уже можете заметить, что мой парень, он вообще далеко от всего этого. Там блогинг и все дела. Да, но, конечно, было бы интересно там снимать коллаборации, делиться какими-то впечатлениями, обсуждать какие-то темы, но... У меня почему-то такое отношение ко всему этому, что парень-блогер – это все-таки творческая натура, а я с творческим человеком, наверное, скорее всего, не сошлась бы. Не сошлась бы характером. Мне очень не нравятся в отношениях вот эти вот качели. Я люблю стабильность. То есть если парень говорит, что любит меня, а через три дня, например, ему нравится какая-то другая девушка, вот это вот я ненавижу. Одна подписчица мне писала свою историю. Я просто прочитала, ответила ей, посоветовала. И вот она рассказывала о том, что парень то пишет, то пропадает, то находит другую, и она продолжает с ним общаться. Вот это до меня немного не доходит, если честно. Мне очень нравится в отношениях именно стабильность. Я должна быть уверена в завтрашнем дне. Это прям принципиально важно. Правильно говорят? Не зарекайся. Ситуации бывают разные. Ты можешь влюбиться как и в строителя, так и в блогера, в певца. Но на мой взгляд, мне бы сложно было бы. И, к сожалению, как показывает практика, люди не меняются. Вот мне кажется, Решетова так хотела изменить Тимати, но не получилось. Смотрю холостяк и понимаю, все-таки это шоу. Но все равно интересно. Ну, в чем он молодец? Я прямо от темы на тему. Вот он тоже творческая личность. Мне кажется, с такими людьми немного сложно. Не сложно дружить, а сложно именно в отношениях. Там, например, у меня у парня куча подписчиц, девушек. Они ему пишут, к примеру. Он тоже время от времени отвечает. Естественно, это как-то неприятно мне. Хотя я очень спокойный человек в отношениях. Жаль, его все угорает надо мной. Он говорит, как можно быть таким спокойным человеком? Конечно, меня тоже можно вывести из себя. Но в большинстве случаев я держу себя в руках, и меня сложно задеть вот прям. Задеть за больное. Тогда, конечно, я взрываюсь. А так, по большому счету, все нормально. Вот то, что Тимоти отдал вот эту огромную квартиру, эти апартаменты. Настя, как я поняла, это показывает его как порядочного мужчину. То и дело, смотрите, насколько мне не нравился бы Тарасов, но он отнял даже машину, которую подарил Поле. Здесь вот такой огромный подарок в виде квартиры в центре города. Огромные квартиры. Хрен знает, каких миллиардов она стоит или миллионов. Это тоже очень благородно. Вот так, смотрю, холостяк. Не знаю, мне кажется, он ни с кем из этих девушек не будет. Единственное, кто мне нравилось, это Маша Вебер. И когда она ушла, я все решила, что я смотреть не буду этот проект. Все, нужно заблокировать этот канал. И тут пришло уведомление, что новое видео Айка побежала смотреть. Теперь я болею за Катю. Она такая более-менее по сравнению с этой Алисой. Мне Алиса вообще не понравилась. Какая-то искусственная, не знаю. Не мое. Ого. Я, если честно, всегда думала, вот, к примеру, мужчина-гуляна. Хочет там общаться с разными девушками, но это до какого-то возраста. Например, после 30 мужчина уже нагулялся, и уже все, ему это неинтересно. Но практика показывает, что это не совсем так. Да даже и в повседневной жизни я бы, например, не смогла жить с мужчиной, который мне хоть раз изменил. Вот я абсолютно серьезно вам говорю, многие сейчас, наверное, пишут в комментариях, когда у тебя семья, когда у тебя дети, ты вынуждена как бы прощать и все дела. Именно поэтому я не хочу быть зависимой от мужчины, что в любой момент у меня есть квартира, например, своя, я взяла, собрала вещи и ушла. Но уважение к себе я не потерплю. И некоторые женщины борются за мужчин, начинают там устраивать скандалы с их любовницами. Мне искренне жаль таких женщин. За мной однажды ухаживал парень. И он был таким, знаете, прям бабник-бабник. И он мне говорил, я изменюсь. Я к нему повернулась и ему сказала, я говорю, зачем мне тебя менять? Мне легче просто найти мужчину, который подходит по всем моим критериям. Ну вот нафига ты мне сдался? Еще менять тебя, ты изменишься или нет, непонятно, терять свое время. Зачем? И тебе хорошо меняться не надо. Обалденно просто. Моя бы воля, я каждое видео просто снимала бы роллы. Не каждое видео. Я бы снимала Макдональдс, роллы, цесарь, грузинские, пельмешки. Ну хотя я тоже самое делаю. То есть снимала только то, что я люблю. Вот плов я не люблю. Заставлять себя чисто из-за разнообразия снимать это видео. Но это немного не мое. Макдональдс, роллы, цесарь, грузинские, пельмешки. Особенно вот эти вот рассыпчатые печенья вообще не люблю. Обожаю нори. Наконец-то выучила Как он называется В общем, поэтому я считаю, что Девушка должна уважать себя Прежде всего От того, что Вы боретесь за мужчину От того, что вы пытаетесь все исправить Мне кажется, в глазах мужчины Вы не будете той Последний ролл Красивой Филадельфии Это, конечно, было очень вкусно Вам видно вот эту бумажку Я просто так закрепила микрофон В общем, мои хорошие, на этом все Мне безумно приятно, что вы досмотрели это видео до конца Как я все доела Обязательно ставьте лайки И подписывайтесь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok